Терроризм 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 Пытаются диктовать свои условия всему миру. Последний инцидент вообще не имеет себе прецедента. Обратите внимание, Трамп принимает руководителя крупнейшей мировой державы Китая Си Цзиньпиня. В одной комнате накрывают стол, а в другой на четверых принимают решение бомбить Сирию, суверенное государство, не сообразуясь ни с чем, ни с нормами этики, ни международным правом. Даже свой конгресс не поставили известный. Это откровенно бандитская политика и та трампомания, которую Жириновский гнал в Думе, поднимая тосты, обернулась новым кровопролитием. Но хочу вам подчеркнуть принципиальные разницы между теми, кто давит людей на улицах Берлина и Лондона и Стокгольма, теми, кто взрывает у нас бомбы в метро и теми, кто отдает приказы бомбить суверенные государства и города. Нет. Это одна и та же политика насилия, экспансии и порабощения. Порабощение страхом, государственным рекетом и всем остальным. Но самое поразительное, наиболее массовым рекетом и бандитизмом является коммунальный и социальный бандитизм. Он в современной России достиг таких размеров, что содрогаются целые поколения граждан. Молодежь не может трудоустроиться на работу, окончив заплату даже блестящий университет. Старик не может купить себе лекарства, потому что его пенсия 8, 10, 12 тысяч не обеспечивает ему элементарного оживания. Рабочий человек, имея двух-трех детей и молодая семья, не может прокормить и обучить своих детей. Что это, как не бытовой и социальный рекет и терроризм? Мы не раз в Государственной Думе ставили вопрос, давайте поднимем прожиточный минимум, его можно удвоить. Давайте решим вопрос о детям войны, у них жалкая пенсия 12-13 тысяч. Давайте решим вопрос о пособии матери и молодой семье. Одни разговоры молчаливо тыкают пальцем кнопку и отказывают всем гражданам страны на достойную жизнь. Но когда внесли за последние три года поддержать банкиров на 2 триллиона 817 миллиардов, все дружно нажали. Я попросил проверить счетную палату, ведь обещали, что эти деньги пойдут на инвестиции, на социалку, на детей, на образование, на деревню, на рабочий народ, на стариков. Но 4% пошли на эти цели, на инвестиции. Остальные расставали по карманам и отправили очередной раз в офшоры под прикрытием правительства и смолчали о одобрении президент. На мой взгляд, до той поры, пока трудовой народ не проснется, не сплотится и не возьмет пример то, чему училась вся планета почти 100 лет, трудно одолеть эту мафию, которая вцепилась в наши природные ресурсы. Когда говорят о новых опасностях, да, сегодня у России большие опасности. Мы не нужны ни в виде Российской империи, ни Советского государства, ни нынешней обрезанной РФИ в виде сильного конкурента, мощного, умного и достойного государства. Не нужны. У нас осталось от Балтики до Тихого океана 2% населения планеты, принадлежит 15% территории и 3 треть стратегических ресурсов. И нам никогда не дадут ни мира, ни покоя, если мы будем глупые, необразованные, не будем иметь достойной школы классной науки и развитой промышленности. А для этого нужна принципиальная иная политика. Президент говорит, патриотизм, любовь к родине, главное, национальная идея. Согласен. Но она бывает тогда и обеспечивает сплоченность, когда есть социальная защищенность. Есть понимание, что это государство народа, а не государство уголовников и государство олигархов. Сегодня новая опасность стоит за спиной у каждого из вас и каждой семьи. Это союз компрадорской олигархии, который не хочет, чтобы развивалась страна, который высасывает из нее соки, который не платит налоги, который прячет там свои в ашорах деньги, там их детки, замки, там их самолеты. Сюда не ездят, как на шабаш. Но этот союз подпитывается антисоветской жириновщиной, от которой скоро тошнит, станет всю державу. Он подпитывается фашистующей либеральщиной, которой ненавидят все русское, а советское народное. Этот ройственный союз, та же раковая опухоль, которую Ельцин своей шайкой притащил на нашу землю, Его Ельцин-Цен сегодня эти местности распускает по всей стране. Мы должны сплотиться все народно-патриотические силы вокруг компартии России, партии 100-летней истории, партии социализма, дружбы, справедливости, партии великой победы и великого космоса. Для этого у нас с вами есть все. И храбрая история, и достойная, достойная патриотическая жизнь целых поколений, которые могут гордиться своими победами. Мы подготовили 10 человеков достойной жизни. Это реальная программа. Мы ее предложили всем государственным патриотическим силам, женским, молодежным, студенческим, Всем, кто любит страну и желает жить в стране патриотов, героев-подвижников, а не наркоманов, пьяниц, жуликов и уголовников. Но еще раз подчеркиваю, самым главным оружием трудового народа всегда была солидарность, сплоченность, дружба. И тогда придут новые победы. Эта программа предусматривает качественное образование для всех, достойную жизнь для стариков, высокую пенсию для тех, кто трудился и защищал свою державу. Мы с вами сделаем все, чтобы восторжествовала эта великая политика. Политика мира и созидания, политика справедливости и дружбы, политика подлинного социализма. Успехов вам в этой святой и праведной работе! Ура!